Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях. Кирилл Александрович Завражин, главный архитектор Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Кирилл Александрович! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, зрители! А поговорим мы сегодня о Звенигороде, о развитии этой территории. Полтора года, ну чуть больше полутора лет прошло с того момента, как Звенигород вступил в ряды Одинцовского городского округа. Теперь мы единая территория, единый муниципалитет. Как развивается наш любимый Звенигород сегодня? Да, полтора года пролетело просто незаметно. Началось это все с присоединения чисто административно-территориально. Это простым языком означает, что территория города Звенигорода, исторического города, стала частью Одинцовского городского округа. Соответственно, все административные образы правления и ответственность за эту территорию перешли в администрацию городского округа Одинцовский. Что мы, как представители творческой профессии и МОСОБ архитектуры, и Министерство благоустройства, и управление благоустройства городского округа Одинцовский сделали? Это можно перечислить, наверное, в двух ипостасях. Первое, что мы, конечно, открыли для себя совершенно удивительный мир исторического города, который, с другой стороны, был очень сильно испорчен, изнасилован вот этой многоэтажной застройкой. В глазах и в сердцах коренных зеленогородцев гордость за свой город и в то же самое время отчаяние за то, что не удалось спасти, что он навсегда изуродован. И некая надежда, надежда на то, что можно вернуть былое величие, улучшить интерес, потому что сам центр притяжения, конечно, это Савино-Старжевский монастырь и рядом находящийся собор, Успенский собор на городке и удивительные ландшафты. Москва-река, ландшафты, воспеты и в произведениях великих поэтов, и, конечно же, в картинах художников, то есть все эти знаменитые поля, леса. Это уникальная территория, действительно. Да, за полтора года мы, конечно, построили для себя ряд задач. Включили Звенигород в несколько программ. Прежде всего, те, которые помогут произвести быстрые перемены. Это программа по благоустройству, это программа по культуре, это программа по туризму. По части строительства это борьба с недостроями, с незаконно построенными. По части предпринимательства выделение острых незаконно построенных торговых объектов, которые нужно демонтировать. Дорожное строительство, потому что безопасность, наличие тротуаров, безопасных пешеходов, это тоже комфорт города. Таким образом, мы хотели для себя составить план, который одобрит жители и двигаться по нему в следующие года. Мы сейчас позже поговорим конкретно о каких-то программах, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания и изменят город Звенигород к лучшему. Но очень много было опасений со стороны горожан, коренных жителей Звенигорода в плане ПЗЗ, в плане застройки. Все переживали, что как только Звенигород вступит в Одинцовский городский округ, то вот прям молниеносно все поля будут застроены высотными домами. Как дело обстоит сейчас? Мы 30 апреля этого года Советом депутатов Одинцовского городского округа приняли эти правила земепольной застройки, где креугольным камнем и, скажем так, точкой кипения было отсутствие охранных зон вокруг города Звенигород. Что такое охранная зона? Охранная зона от существующих памятников культурного наследия, а также от самого исторического города, и в нем находящаяся эта зона режимов и регламентах, не содержала этот важный документ. И справедливости ради те меры, которые мы принимали, они принимаются, это невозможность постройки, но через функциональное зонирование, при отсутствии этих охранных зон, оно, конечно, вызывало опасения. То есть, ну, по сути, люди говорили, что да, мы понимаем, но хочется, чтобы правильно было выполнено все с точки зрения документации. Было закреплено на бумаге. Конечно, да. Мы предложили в рамках первых встреч придать этим новым территориям, то есть, о чем шла речь. Поля, которые видны с памятников артектуры, с Алина Старжевского монастыря, с усадьбы Веденских, с храма на городке самого Звенигорода, чтобы эти виды дальше не портились и не исчезали через новую застройку. Даже если там разрешить коттеджную застройку, все равно это уже будет другой вид. И в этом отношении было принято решение совместно и главой городского округа Андреевичем Волновым, и заместителем начальника управления культурного наследия, и с первым заместителем, представителем Московской архитектуры Надежды Николаевны Зыковой, что придать этим территориям, как минимум в ПЗЗ, такое значение, как Р-9. То есть, это историко-археологические исследования, по сути, оно запрещает любое строительство. То есть, да, можно, если это поля, возделывать их, можно производить какие-то археологические исследования, потому что там находятся курганы, там интересные места, там можно что-то найти, там можно развивать туризм, какие-то пешеходные тропы, велотропы, ставить лавочки, какие-то навесы, но строить там нельзя. До сих пор остается в завершающей стадии принятие этих охранных зон, и это чрезвычайно важный документ для Звенигорода. Вкратце, мы должны заключить, что эти документы финально все равно будут приняты, и в рамках этого документа, который мы опять сейчас будем принимать, мы увидим, что они как раз защищают город от дальнейшего строительства. Вы всегда в тесном контакте с жителями Звенигорода, доверия стало больше, людей удалось успокоить и действительно разъяснить им, как и что ведется в отношении города, потому что уже в самом начале нашей программы сказали о том, что действительно город был изуродован строительством, масштабным строительством, которое, конечно же, не предполагало. Да, очень верный вопрос. Для начала давайте просто остановимся на том, что социальный слой или сообщество Звенигорода, они очень разные. Я это понял, когда ровно год назад мы заявились в этот конкурс Минстроя РФ, который называется «Малоисторические города», и мы понимали, что мы без населения, без людей, без активных жителей, мы не обойдемся, и предложили встречаться со всеми теми, кто неравнодушен, кто хочет что-то поменять. Мы собрали очень интересное сообщество от молодых мам до бегунов-спортсменов, до паломников и так далее, и так далее. Разные социальные слои, разные сообщества. Нам первое время было очень тяжело общаться, потому что каждый хотел высказать свою боль, наболевшую, потому что город действительно застроен, где-то происходит то, что люди считают неправильным. Они видели в нас некий источник, который передаст это наверх, и там примут решение мгновенно, и город по волшебному... Сотрут ластиком новостройки, да, те дома, которые были в течение последних 20 лет активно, даже, наверное, больше. Конечно, конечно, доверия не было, потому что мы слышали, что ну вот, вы опять пришли, сейчас с нами поговорите, и ничего не будет. Первой вешкой, которая изменила мнение, это когда люди увидели, что мы по многим вопросам, какая территория должна быть в первую очередь изменена, где нужно благоустройство, где нужно запретить строительство, где нужно поставить, например, комнату матери-ребенка, как менять парк, их несколько в Зенигороде. Они увидели визуализацию их желаний и стали активнее принимать участие, но уже в более конструктивном ключе. Второй очень важной вешкой, когда пошли изменения, потому что через муниципальные службы, через управление по благоустройству были применены всевозможные усилия для того, чтобы и спастись после наводнения, и отремонтировать что-то, когда лестница сползла, например, в овраг, в малиновом овраге, и что-то быстро благоустроить, поставить где-то урна, и так далее, и так далее. И, конечно, по нашему конкурсу очень важным моментом явился выигрыш. То есть, когда мы победили, это был очень противоречивый момент, потому что мы победили в период пандемии, и это означало, что да, формально мы финалисты, но денег, 100%, которые нужно инвестировать в то, что вы придумали, мы вам не дадим. И это тоже был такой очень испытательный момент, такой кризис в наших взаимоотношениях с жителями, потому что они считали, что на конкурс нужно выставлять вот это, мы считали, что нужно выставлять в этом ключе, в этом объеме, и мы аргументировали это тем, что по формальным признакам мы тогда имеем шансы на победы больше, чем если дадим то, что вы хотите. То есть, мы понимаем, почему жители хотели, но жители не хотели понимать, что есть формальные требования конкурса, которые должны быть соблюдены. И я знаю, что несколько человек до сих пор не обижены на нас, что мы их не послушали. Но, слушайте, в любых взаимоотношениях есть недовольные, и, наверное, по прошествии времени они поймут, что это было единственное правильное решение. Конечно, это лето было очень богато на разные события, и подтопления, и ливневые дожди, и появление каких-то событийных мероприятий, которые для города очень важны. Это следующий этап, который нам нужно будет обсудить сегодня, это туризм и Звенигород. Потому что Звенигород находится в 40 минутах езды от Москвы, 15-миллионный город, который потенциально наш, скажем так, турист, но турист не выходного периода, а турист нескольких часов. Потому что мы легко можем добраться из Москвы до Звенигорода и уехать, поведав все, что нужно, за 2-3 часа. В плане туристической привлекательности Звенигород действительно меняется, меняется очень быстро и кардинально. То есть появляются новые направления, новые предложения для туристов, для тех, кто готов потратить буквально час-полтора, доехать от столицы и насладиться всеми красотами этого уникального исторического места. Да, туризм сегодня приобретает все новые черты, все новые задачи, и я бы назвал это так, что это туризм впечатлений. Потому что люди настолько окружены информационным полем различных искусственных впечатлений, но заменить вид на картинке, на гаджете монастыря или красивой рощи, реалии, конечно, нельзя. Потому что в Звенигороде удивительная атмосфера, удивительный воздух, колокольный звон. Это ничего не передаст ни один самый совершенный гаджет. И задача сегодняшней программы туризма по Звенигороду – это сделать как можно интереснее пребывание туриста и местного жителя через различные мероприятия, событийные, различные праздники. Потому что если человек просто приедет посмотреть что-то, это одно. Если он приедет посмотреть, он знает, что там он может еще посетить концерт, там он может попробовать продукты местных фермеров, там он может прокатиться на каяке, здесь он может проехать на велосипеде, посидеть в аутентичном кафе, увидеть или приложиться к искусству местных керамистов. Это все, конечно, будет работать в плюс, потому что человек тогда захочет остаться на ночь, он тогда поддержит предпринимателей по гостиничному бизнесу, по ресторанному бизнесу. И мы таким образом… То есть это получается такая целостная система и вовлеченность практически на 100%. Расскажите о программе «Звенигородский вектор». Да, очень известный, нашумевший проект. И хочется подчеркнуть, что это краудсорсинговый проект. То есть он инициирован не администрацией, а самими волонтерами и жителями окружающей территории. Такие направления получают все больше и больше популярности, потому что люди понимают, что через открытые источники информации они могут сильнее заявить и власти, и окружающим о своих идеях. И при определенной поддержке они могут развивать это все уже на более профессиональном уровне. «Звенигородский вектор» получил поддержку агентства стратегических инициатив. В чем заключилась поддержка? Она не дает какие-то финансовые суммы на реализацию, но она дает методологическую поддержку в виде различных ресурсов, проектировщиков, профессиональных туроператоров, каких-то консультантов власти и в том числе обозначение каких-то позиций для инвесторов. Но «Звенигородский вектор» он немножко про другое. Он про сохранение, он не про инвестиционное развитие, потому что мы, находясь под Москвой, должны понимать, что есть и негативное воздействие, так называемое антропогенное воздействие, которое разрушит ту экосистему, ту экологию, ту чистоту, которая сегодня у нас есть. И чтобы этого не было, как раз через программу ОСИ была сделана экспертиза по тому, как это правильно развивать. Сейчас «Звенигородский вектор» включает в себя анализ территории, которая охватывает порядка 40 тысяч гектар. Условно говоря, это долина реки Москвы и прилегающие к ней культурные, природные, ландшафтные точки притяжения. И развитие прилегающих территорий к этим опыту, особо охраняемой территории, этим природным ландшафтным памятникам в качестве создания туристической инфраструктуры, парковки, кафе, туристические центры информационные, где люди могут посмотреть и принять для себя решение, куда им поехать, что посмотреть. И в этом направлении ведется сейчас развитие по этому проекту достаточно успешно, активно. И что это даст, прежде всего, обычным людям? Это даст инфраструктурные изменения. Потому что, что посмотреть в нашем округе, особенно вокруг Звенигорода, это, скажем так, список из десятков интересных и памятников культурного наследия, природные какие-то ландшафтные точки. И здесь мы считаем, что не хватает просто цивилизованной инфраструктуры. То есть, где припарковать машину, как пройтись безопасно, где можно попить чай, где сходить в туалет, где можно остановиться, переночевать, где можно увидеть что-то с точки зрения культуры. То есть, все про комфортный отдых. Да. И комфорт жителей. Обязательно. И не разрушение экосистемы. Конечно, конечно. Все проекты, которые мы делаем, они в двух категориях. Даже если это туризм, а это все равно для местных жителей. Потому что создаются новые места притяжения, новые места для проведения свободного времени, для досуга. И сказать правду, что наши исследования показали, что Звенигород посещает еще порядка 40% людей, которые проживают 10-15 километров от Звенигорода. Это деревни, поселки. Даже снова Риги приезжают. В Звенигород, чтобы провести там выходные. Буквально через несколько лет у Звенигорода круглая дата. Да, 870 лет. Внушительный возраст. Да, очень заслуженный. Требует трепетного отношения к тому, чтобы город-юбиляр встретил его достойно, с размахом и с радостью для местных жителей. Я думаю, что у вас уже есть идеи и направления, которые будут к этому событию приурочены. И то, что получат в итоге жители, наверное, обрадует многих. Конечно. Давайте об этом проговорим. У нас два источника финансирования на эти программы, на эти улучшения. Это федеральный источник, наш выигрыш в конкурсе Минстро и РФ. И правительство Московской области, так называемые госпрограммы. Что включает в себя этап, который мы финансируем из Минстро и РФ. Это, кстати, частично еще и финансируется и правительством Московской области, и муниципалитетом. Мы хотим сделать улицу почтовую, так как там есть много памятников дирианного зодчества. Мы хотим перезагрузить центральный парк возле Малинового оврага. Он действительно должен быть местом событийных мероприятий, местом отдыха. То есть, как в любом городе, должен быть центральный парк развлечений. Малиновый овраг, то есть пешеходный маршрут, до храма, Успенского храма на городке. Это тоже очень сильный магнит притяжения и местных жителей, и туристов. Таким образом, мы создаем еще одно общественное место и пространство, и точку притяжения для горожан, и некий смысловой маршрут для людей, которые приезжают в Звенигород как туристы или как гости. Вторая часть, это тоже очень важно, она больше, наверное, будет важна для местных жителей и сообществ. Это перезагрузка наших скверов и парков. Это мемориальный парк, это сквер Чехова. И сквер Саввы и Дмитрия, где на въезде в город напротив церкви Александра Невского. Это значимые скверы, значимые парки для города, которые, конечно, нуждаются в улучшении. И здесь мы пошли гораздо больше, чем от нас требуется. Мы также рассматриваем и прилегающие дома, и фасады. Мы также смотрим на то, что если, например, на Мемориальной площади перед вечным огнем подростки играют, катаются на скейтах, то это явление, которое появилось не от хорошей жизни. Мало подросткам запретить и вводить им на учение, что это памятное место, это братская могила и нельзя. Мы поняли, что так не работает. Мы должны создать альтернативу, куда дети перейдут и не будут осквернять своим поведением, например, память мемориального огня, будут спокойно заниматься там, где им это предоставят. Например, сквер у Макдональдса, где молодежь любит собираться. И там тоже есть предложение. Также рассматриваем улучшение общественных остановок транспорта, потому что они сегодня никак не годятся на тот уровень, который Звенигород заслуживает. У нас очень много разработок, и мы планируем в рамках того, что мы будем получать от любых источников финансирования, мы будем делать это и улучшать. И я думаю, к периоду юбилея, в 2023 году мы сможем очень сильно изменить к лучшему наш город Звенигород. Кирилл Александрович, у Вас теперь вдвойне больше сил, потому что Вы стали членом общественного совета при городских парках Звенигорода. Я думаю, не случайно такой выбор, не случайно получили именно Вы это приглашение. Расскажите о Вашей команде, кто еще вошел вместе с Вами в совет. Уже было первое заседание, о чем говорили, какие планы наметили. Да, давайте объясним зрителям, что такое общественный совет при парках. У нас уже такой есть при парке имени Лазутиной. Общественный совет нацелен на видение, обратную связь, анализ и построение стратегии, а также быть ответом на какие-то срочные вопросы. Общественный совет парков состоит, как правило, из представителей самого парка, а также приглашенных экспертов и неравнодушных жителей, и специалистов, кто может экспертную поддержку оказать и дать какой-нибудь нужный совет. В частности, говоря про парки Звенигорода, здесь основной задачей, конечно, стоит просто быстрые перемены. Это максимально быстрое превращение этих парков в новый стандарт, улучшение качества, мощение, больше урн, больше места, где люди могут отдохнуть, работа с сообществами. И первой задачей, наверное, является то, что убрать, скажем так, противоречивые моменты. Например, если в Центральном парке развлечений у нас оказалось место под размещение мемориала памяти воинам-интернационалистам и памятник Ленина, который там оказался случайно, потому что он был на улице Советской, то, создавая там, скажем так, атмосферу игр и развлечений, конечно, это вносит диссонанс. И Общественный Совет как раз и призван для того, чтобы такие вещи исключать и находить решение. Одним из решений, которые обсуждали на Общественном Совете в Звенигороде в прошлый четверг, было решение по перемещению места под монумент воинам-интернационалистам. Сам монумент еще не утвержден, но Общественный Совет исходил из парадигмы того, что если есть камерный и мемориальный сквер, то вполне логично те монументы и памятные, скажем так, памятные доски или скульптуры выносить туда, потому что это тематика одной части, одного направления. Если у нас есть сквер Чехова и сквер, который был популярен и до сих пор пользуется популярностью у родителей с детьми и детей, то он должен развиваться, соответственно, таким образом. Причем литературная направленность, интеллектуальная направленность там должна тоже считываться. Если мы говорим о сквере, где находится памятник Савы при въезде, то этот сквер должен носить еще и помимо того, что он обозначает историческую ценность и историческую вешку, он еще при въезде носит, скажем так, цель обозначить въездную тему, то есть это въездной парк, въездной сквер, и на него возлагаются очень большие надежды с точки зрения эстетики. Он также полюбился пожилым людям, и мы это тоже нашли, скажем так, в теме для проектирования. Если подытожить, то общественный совет, он как раз призван наблюдать за тем, как развивается парк, и вовремя вносить какие-то правки и изменения. Он является связующим звеном между неравнодушными жителями, сообществами, которых изменение парков может касаться, и донесение им, как амбассадорами, всех идей, которые они принимают для развития будущих этих скверов. Потому что скверы, парки, это все-таки общественные пространства, признанные носить в себе не только утилитарную функцию отдыха, но еще очень высокую эстетическую нагрузку. И город Звенигород очень исторический город, поэтому здесь нужны чрезвычайно качественные решения. Мы говорим об этом, потому что знаем, как развиваются другие исторические города Московской области, и делать просто стандартные какие-то решения, это убьет весь уровень и планку, на которую мы нацеливаемся, и которую заслуживает Звенигород. Несколько слов о команде. Команда сегодня состоит из... Работоспособные, интересные. Очень работоспособные, да. И неравнодушные ветераны, и художники, и скульпторы, и архитекторы-благоустроители, и сотрудники администрации, и молодые мамы. То есть здесь, в принципе, мы опять же охватили все слои общества, и общественный совет будет работать, на мой взгляд, очень эффективно и благотворно для нужд Звенигорода. А самое главное, что в этот совет действительно вошли неравнодушные жители, или как Вы сказали, ведь именно благодаря их труду сегодня и удалось отстоять. То есть они Ваши основные помощники во всех вопросах и в дальнейшем развитии территории Звенигорода. Да, все правильно. Кирилл Александрович, спасибо Вам. Будем смотреть, как будет меняться жемчужина Подмосковья, как все любят называть наш любимый Звенигород. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...